Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде. И на волне хейповой темы о том, что украинцам начнут выдавать в Канаде деньги, я хотел подготовить ролик не только для украинцев, но и для всех остальных. Сегодня мы с вами поговорим о том, на какие выплаты вы имеете право, если вы новый иммигрант в Канаде, либо гражданин Канады, либо резидент Канады. А также мы немножко затронем как раз выплаты украинцам. Дорогие мои друзья, халява! Канада раздает деньги! Канада раздает всем деньги! Я, знаете, недавно лазил по ТикТоку какому-то и увидел какого-то чувака ТикТокера, говорящего о том, что Канада готова платить за иммиграцию в Канаду. И я такой типа, блин, классно, надо искать эту информацию, расскажу своим подписчикам. И, короче, я нихера не нашел. То есть я даже написал ему, говорю, братан, дай ссылку-то подсчитать. Где же Канада готова платить-то за иммиграцию? А потом понял, он имел в виду выплаты на детей. Ну, зачем об этом говорить? Можно сказать просто. Канада платит тебе за иммиграцию. Хайпово, красиво, классно. Так вот, я решил тоже, говорю, назову ролик. Канада раздает деньги. И сейчас толпа подписчиков пробежит, скажешь, кому что, как. Так вот, мы сегодня поговорим о выплатах, которые вы можете получить. Начинаем! Дорогие друзья, начнем с первой выплаты для ребят из Украины. Начнем. Правительство Канады объявило, что все лица с действующими разрешениями на работу по программе переезда украинцев будут иметь право на единоразовую финансовую помощь. На взрослого человека 3000 канадских долларов, на ребенка 1500 канадских долларов. Прием заявок будет осуществляться со 2 июня. Выплаты будут осуществляться путем прямого депозита, поэтому вам потребуется канадский счет в банке. Онлайн заявки будут начинать... Вы имеете право подавать заявку онлайн со 2 июня. В ссылках в описании под роликом более детально вы можете ознакомиться с этими выплатами, как их получить и тому подобное. Ну, а мы продолжаем. Следующая выплата, на которую теперь могут рассчитывать все, все вновь прибывшие в Канаду иммигранты, это что? Это канадское пособие на детей. Пособие на ребенка в Канаде находится в ведении канадского агентства по доходам, главного органа, отвечающего за сбор налогов в распределении пособий по стране. Целью пособия является компенсация части расходов на воспитание детей. Льгота открыта для всех граждан Канады, в том числе для новых иммигрантов. Если они проживают с ребенком и ухаживают за ним, и этому ребенку до 18 лет. Какие пособия вы можете получить? Сколько денежек ты можешь получить? Смотрите. Вы получаете 569 канадских долларов в месяц на ребенка до 6 лет. На ребенка от 6 лет до 17 лет вы получаете 480 канадских долларов каждый месяц. Чуть-чуть подробнее дальше расскажу, потому что есть дополнительные надбавки, если ты будешь жить в определенных провинциях. Следующее пособие, которое я бы тоже хотел с вами немножко обсудить, это не то что пособие, это налоговый вычет для малообеспеченных. Это необлагаемый ежеквартальный платеж, который помогает отдельным лицам и их семьям с низким или скромным доходом компенсировать налоги, которые они платят. Сколько дают такое пособие? Ну, здесь не очень много, это в районе 450 канадских долларов в год, если вы одинокий и имеете низкий доход. 580 канадских долларов в год, если у вас есть семья и у вас низкий уровень дохода. Плюс вы будете получать дополнительно 153 канадских долларов в год за каждого ребенка, который не достиг 19-летнего возраста. По поводу этой выплаты тоже в ссылках в описании под роликом. Я оставляю ссылочку, можете с ней ознакомиться. А теперь давайте поговорим по дополнительным выплатам по провинциям. Провинции имеют дополнительные выплаты, в том числе на выплаты по детей. Сегодня мы поговорим с вами еще о дополнительных выплатах на детей с точки зрения провинции. Вот смотрите, если вы едете в Альберту, вы будете получать дополнительно 110 долларов в месяц за каждого первого ребенка, 55 дополнительно долларов в месяц за второго, 55 долларов за третьего и 55 долларов за четвертого ребенка. То есть фактически к той надбавке, которая государственная, именно 569 долларов в месяц на ребенка до 6 лет и 480 долларов в месяц на ребенка от 6 до 17 лет. К ним еще дополнительно вы будете получать вот эти суммы. Так, следующая провинция, которая тоже расщедрилась, это у нас северно-западные территории. В северно-западных территориях вы будете получать дополнительно за детей до 6 лет. Значит, за одного ребенка 67 долларов, за двоих детей 122 доллара, за троих детей 166 долларов и 203 доллара за четверых детей. Плюс 30 баксов за каждого дополнительного ребенка. Это если дети до 6 лет. Если дети с 6 до 17 лет, вы будете получать 54 долларов за одного, 97 долларов за двоих, 133 доллара за троих, 163 доллара за четверых и плюс по 25 баксов примерно за каждого дополнительного ребенка. Едем дальше. Следующая провинция, которая тоже расщедрилась, это Новая Шотландия. Значит так, за одного ребенка вы будете дополнительно получать 77 канадских долларов в месяц, за двоих, за второго ребенка вы будете получать 68 канадских долларов в месяц, за третьего ребенка и за каждого дополнительного еще 75 канадских долларов в месяц. Далее. Ну на Вуд. Ну на Вуд тоже расщедрилась. Значит, по 23 доллара вы будете получать в месяц на одного ребенка, а если у вас более одного, там 2, 3 и так далее, то за каждого следующего по 29 канадских долларов в месяц. Переходим к провинции Антарио. Переходим к провинции Антарио. В провинции Антарио вообще отдельная история, можно сделать отдельный ролик, у них там куча льгот там, на погашение электроэнергии, там еще какая-то херня и тому подобное. Сейчас мы поговорим конкретно вот какие добавки на детей дают в провинции Антарио. Так вот, детское пособие. Значит так, за каждого ребенка вы можете получить по 122 канадских доллара в месяц. Этот ребенок должен быть до 18-летнего возраста. То есть к надбавкам, к государственным платежам вы еще можете дополнительно экстра получать 122 канадских доллара, ну почти 123 канадских доллара, если вы живете в провинции Антарио. Ну и последняя провинция, в которой я посчитал нужно вам рассказать, это ЮКОН. Вы можете иметь право на пособие в размере 68 канадских долларов в месяц на каждого ребенка. Если вы совсем мало зарабатываете, если вы более-менее, ну хотя бы как-то зарабатываете от 35 тысяч канадских долларов в год и более, то вы можете получать часть этого пособия. Кроме того, я хотел бы немножко рассказать про льготы, выплаты, которые вы можете получить в случае, если вы покупаете себе первую недвижимость на территории Канады. Есть такое понятие, как первый дом. То есть фактически, если вы что-то покупаете, то налогообложение немного уменьшается. То есть правительство Канады, ты, короче, не должен фи платить за первый дом. То есть ты вот, допустим, приехал, купил себе там недвижимость, и ты обычно, когда что-то покупаешь, ты должен правительство Канады заплатить за государственную пошлину. Так вот, ты можешь площадь пошлины на это не платить. Кроме того, есть хреново туча всяких разных программ для вновь прибывших иммигрантов у банков. То есть какие-нибудь банковские кредиты и тому подобное. Опять же, мы сейчас не говорим про студентов, туристов и не говорим про рабочие визы. Мы сейчас говорим именно про иммигрантов. То есть фактически для иммигрантов вообще много всяких приколов, не только государственного характера, но также еще, допустим, просто какие-то компании помогают иммигрантам, какие-то банки, финансовые учреждения, обучение английскому языку и тому подобное. В общем, это все в целом можно собрать и понять, что Канада старается помогать своим иммигрантам. Кроме того, вот такие финансовые послабления вы можете получить на ребенка. Просто многие орут, что там типа, боже мой, детский сад в Канаде очень дорогой, это же нереально и тому подобное. Есть выплаты на ребенка, которые могут покрывать этот детский сад, как мне кажется. Нет? Вам так не кажется? Мне вот так кажется. А по поводу украинского вот этой выплаты в размере 3000 канадских долларов и 1500 канадских долларов на ребенка, я рад. Но, но все, мать его, зависит от того, куда вы поедете. Одно дело, когда ты поедешь в Нунавуд, где аренда квартиры, короче, будет стоить в районе там косаря долларов. Это окей. А другое дело, когда ты поедешь в центр Торонто и будешь охеревать от стоимости квартиры. Потому что я считаю, что эти деньги нужно как бы вложить в аренду квартиры на первое время. Пока ты там работаешь и тому подобное, это нормально, неплохие подъемные деньги. Но с точки зрения финансов они сильно вам не помогут. То есть вы не сможете там 3-4 месяца жить на эти 3000 долларов. Вот так вот. Короче, как так, дорогие друзья. На сегодня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Напоминаю, что в описании под роликом ссылка на подтверждение того, что украинцам начнут сейчас выдавать по 3000 канадских долларов. И на ребенка 1500. Значит, по пособиям на детей. И вот есть там вот специальный файлик. Там по провинциям можете посмотреть, какие у них еще есть пособия. Конкретно у провинции. Вот, как-то так, дорогие друзья. А, еще вот ссылочка на налоговый вычет тоже. Почитайте, очень полезная вещь. До скорого. Пока.